Любовь Цибульская, эксперт по гибридной войне и советник правительства Украины. Мы не раскрываем ее местонахождение и соображение безопасности. Добро пожаловать на ДВ. На этой неделе президент Зеленский заявил о возможном компромиссе по Донбассу. Как вы думаете, украинцы такой компромисс примут? Я думаю, что украинцам очень сложно пойти на компромисс. Я не думаю, что президент Зеленский сказал, что мы собираемся отказаться от Донбасса и Крыма. Просто было заявление, что Украина готова отложить этот вопрос. Но она не отдает эти территории России. Я думаю, что после этой очень кровопролитной войны, месяцев войны, для украинцев нет места компромиссам. Верно. Так что это противоречит тому, что сказал президент. Он сказал, ну ладно, мы можем поговорить о внеблоковости и, возможно, о компромиссе по статусу восточного Донбасса в рамках мирного соглашения. Но ведь вы считаете, что это было бы неприемлемо для украинцев? Я думаю, что мы не собираемся отдавать Донбасс или Крым. Мы просто готовы решить эту проблему, может быть, чуть позже, но не сейчас. Возможный компромисс. Поговорим об этом через несколько лет. Да, давайте через несколько лет поговорим и давайте решать этот вопрос дипломатическим путем. Понятно. По слухам, контроль над Донбассом всегда был целью президента Путина. Ведь это стратегически важный регион, богатый ресурсами. Вы в это верите? Нет. Я считаю, что Путину и России Донбасс вообще не нужен. Восемь лет они как бы контролировали Донбасс, Донецк и Луганск. Это не их намерение получить эти территории. Я не думаю, что России нужна украинская территория или земля. Речь идет о контроле над украинцами, речь идет о контроле над страной. Я думаю, как и большинство украинцев, что Россия пытается фактически уничтожить нашу идентичность. Они уничтожают нас за то, что мы есть. И это точно не про Донбасс. Зачем им Киев? Верно? Или Луганск, или даже западные города Украины, если им нужен был Донбасс изначально. Я думаю, что сейчас они пытаются перегруппировать свои силы. И поэтому они это говорят и так объясняют своей внутренней аудитории, что наша цель – Донбасс. Поскольку Россия несет очень большие потери. Человеческие потери. Самолеты, техника и так далее. Россия заявляет, что украинские вертолеты атаковали склад Горючего недалеко от российского города Белгород. Это была украинская атака? У нас пока нет подтверждения, что это сделали украинские военные. Хорошо. Нет официальной информации? Нет, но у вас нет предположения, исходила ли эта атака с украинской стороны или нет? Я знаю, что наш военный представитель заявил, что они не могут подтвердить и не могут опровергнуть это. Хорошо. Спасибо. Любовь Цибульская, советник правительства Украины. Это украинские вертолеты. Спасибо. Продолжение следует...